Прохождение Fallout 4, обзор новой игры Overwatch и также игра в Garry's Mod. Многие другие игры вы сможете найти на канале Foxy Inboxy, канал девушки с очень милым голосом. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Minecraft без модов. В очередную серию, где мы будем творить нереальные чудеса в ванильном Minecraft без каких-то модов, а только с помощью одной команды. Это что еще за чертят? Ребята, вы когда-то видели, чтобы Крипер вот так со мной хотел серию начать? Ну ладно, я ничего и делал, он сам подошел. Ну в принципе, ребята, в этой серии, знаете, что мы будем рассматривать? Мы будем рассматривать карьер, автоматический шахтер, или называйте как хотите, это поймут любители билдкрафта, индастриал крафта, все любители, которые играют вот с такими модами, где механизмы и всякое-всякое такое. Я, если честно, не любитель, но все же эта команда мне очень сильно понравилась, потому что она полезная, и будет полезна даже нереально, как будет полезна в вашем ванильном мире. Да, ребята, но, но, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь, ребята, каждый лайк для меня очень важен, и я отдаю вам свое слово, то, что как только мы начнем, как только мы наберем тысячу лайков, я в ту же секунду побегу делать следующее видео, чтобы выложить его как можно быстрее для вас, своих подписчиков. Одна секунда, чтобы поставить этот лайк. Ребята, не так-то сложно, но я буду действительно очень сильно этому рад. Также там в уголку есть кнопочка подписка, я буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь. Тоже одна секунда, если ты смотришь это видео, но ты не подписан. Я буду очень рад, если ты подпишешь, чтобы не пропустить новые серии без модов и многие другое. Я действительно буду очень тебе благодарен. Каждый подписчик мой друг. А мы, ребята, приступаем к самой команде. С чего начинать? Первый шаг, как обычно, нужно выдать себе командный блок. Все знают, как это выдавать, ребята. Харе спрашивать, я не знаю, как выдать командный блок, если я показываю вам видео, как его выдать. Поэтому ничего тут сложного нет. Что мы делаем? Сразу же скажу, эта команда работает на новых версиях снапшота, то есть на новой версии Майнкрафта 1.9. Поэтому вы можете попытаться установить ее вот там. Но, как ее установить? Вставим командный блок, вписываем ссылочку, точнее команду, ссылочка на которую будет в описании. Вы можете зайти, смело копировать и вставлять ее в свой командный блок в вашем ванильном мире Майнкрафта. Также, кто не знает, в новых версиях Майнкрафта, то есть сейчас уже не требуется активировать этот командный блок. Его можно активировать даже без редстоуна. Просто сюда нужно нажать Always Active, то есть вечно активен, вечно включенный, можно и так сказать. Всегда включенный. Нажимаем и он сам запускается вообще без питания, без энергии, без светла. Он просто так включается. И смотрите, как это круто выглядит. Потому что это новые блоки с новой версией Майнкрафта. И мы смотрим, что тут написано. Тут убрать эту постройку. Тут вы можете ее включать и выключать. Я первый раз вижу, чтобы создатели этой команды, вообще любой команды, сделал то, чтобы можно было включать и выключать постройки. Это очень круто, потому что меньше лагов в вашем мире Майнкрафт. Также ставим сюда сет World Spawn, чтобы эта постройка работала в любом уголке нашей карты. Тут мы можем получить рецепты. Вот рецепты нашего шахтера, нашего, как это можно еще сказать, нашего карьера, да, с Билдкрафта. Но, ребята, я тут уже вам приготовил весь рецепт. Это все, все, все итемы, которые нам пригодятся для того, чтобы создать наш карьер. Да, но что одно я забыл, это раздатчик. Это раздатчик. Ставим раздатчик вот так вверх. И становимся на него сверху. Потом заходим в него, ставим. Две солнечных батареи, сенсора, называйте как угодно. Потом сверху ставим воронку. По бокам ставим по три, да, ребята, по три блока редстоуна. Внизу ставим по одному блоку железа. Посередине ставим два сундучка. И внизу ставим одну алмазную кирку. Потом раздатчик автоматически закрывается. И с него выпадает яичко. Да, яичко, с помощью которого вы сможете призвать... Твою мать, я его удалил случайно. Ладно. И сейчас с помощью этого яичка вы сможете призвать настоящий карьер. Как это все делается? Вы ставите это яйцо в место, где вы хотите, чтобы начинался карьер. То есть он начнется тут и будет двигаться вот в этом направлении. Допустим, поставим его вот здесь, да, вот так. И смотрите, показывается, он еще не работает. Успокойтесь, он еще не работает. То есть многие могут сказать, что вот я не там хотел поставить карьер. Он сразу же начал работать и разрушил мне всю территорию. Или, например, я поставил его возле нашего дома, а он уже его весь расфигачил. Но нет, это показывается траектория, где он будет работать. Вы также можете его спокойно удалить, убрать, и вам яйцо обратно выпадет. И вы сможете заново его поставить на нужную вам территорию, позицию. Можно и так сказать. Дальше. Как его запустить? Ребята, как его запустить? Очень даже просто. Все, что вам нужно, это дальнейшие ресурсы. Все, что вам нужно, это 32 угля, 22 железных заборчика. В принципе, больше ничего. Это не так-то и сложно добыть. И также 21 желтый, именно желтый, не другой цвет. 21 желтый коврик и 22 черных коврика. Все это нужно именно в таком количестве, ни больше, ни меньше. Потом, как нам запустить весь этот карьер? Ставим. По центру 22 железных заборчика. Сверху и снизу по 16 угля. С левой стороны 21 коврик желтый и с правой стороны 22 коврика черных. И смотрите, как это все круто строится на ваших глазах. Ждем, пока постройка завершит свою работу. И сейчас он уже построен, но его нужно запустить. Его нужно запустить. Как это делается? Делается, в принципе, это очень даже просто. Все, что вам нужно, нет, не кликать по нему, как я сейчас делаю, а просто поставить сверху на него солнечную панель. Вот, нет, не туда, а вот так. И все, наш карьер приступает к работе. Вот он, ребята, начал копать все подряд. Но, как вы заметили, блоки выпадают на землю. И это не очень круто будет ходить, ходить, поднимать вот так, ждать, пока что-то там скопается. А хочется просто-напросто включить его и пойти по своим делам. Да, ребята, даже это можно сделать с помощью этой только одной команды без модов. Как это сделается? Как это делается и как это можно сделать? Берем сундучок, желательно двойной, ну, в принципе, чтобы больше ресурсов туда поместилось. Также берем 4, да, 4 стекла, но мы берем одно, потому что мы в креативе. Дальше берем армор стенд, то есть стойку для брони. В принципе, больше ничего нам не нужно еще, кроме воронки. Все, больше ничего. Ставим двойной сундучок, на него ставим воронку. Потом вокруг этой воронки сверху делаем ограждение, вот так, 4 блока стекла. И потом сюда ставим армор стенд. И наши предметы будут прямиком падать вот сюда. Они как будто будут телепортироваться. И вы видите то, что все эти предметы, все эти блоки, которые наш карьер добывает, телепортируются прямиком в наш сундук. Такой карьер вы можете создать, в принципе, за 1 час игры в Майнкрафте. Как только вы начали играть в ванильном Майнкрафте, не скажу, что прям очень много ресурсов. Ну, если учитывая то, что алмазная кирка, ну, может вам повезет, и вы сразу же найдете алмазы. Кто знает. Вы можете это сделать буквально за 1 час, сделать вот такой телепорт всех блоков в сундучок. Если вы не любитель, не большой любитель по шахтере, или большой любитель Билл Крафта, создавайте, ребята, создавайте вот такое. И ждите, пока ваш сундучок налетит прям куча-куча-куча алмазов. А давайте даже посмотрим. Давайте даже посмотрим, сколько он сумеет добыть, допустим, там за какие-то 10-15 минут. Я оставлю, пускай он копает, а через 10-15, может даже 20 минут мы вернемся и посмотрим, как он много накопал, и что самое главное он накопал. Да, ребята. Буквально спустя 10-15 минут вот такая ямища появилась у нас под ногами с помощью этого автоматического шахтера. А я не знаю, какая там высота, мне кажется, где-то 30 чем-то. Давайте быстренько посмотрим. Да, 33, поэтому никто не знает, что нас там ожидает, что тут будет. Будут ли тут еще какие-то алмазы, или даже вы сможете найти данж, допустим. Потому что если все-таки вы найдете данж, то вы в любой момент можете остановить этот шахтер, этот карьер с помощью правого клика на солнечную батарею. Больше вам ничего не нужно. Да, ребята. В принципе, я все вам показал, то, что я хотел. Надеюсь, то, что вам эта серия без модов так же понравилась, как и мне вот эта команда. Потому что она реально очень даже крутая. Поэтому, ребята, я оставляю ссылочку на нее в описании. Заходите, копируйте. Также создавайте такой карьер у вас. В вашем мире в Майнкрафте, да, в принципе, ничего тут такого сложного нет. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Набираем тысячу лайков. Я сразу же бегу записывать новую серию без модов. И новая серия выйдет завтра. Поэтому, ребята, одна секунда, чтобы поставить этот лайк. Но именно ты можешь, можешь ускорить процесс выхода новой серии. Может, именно из-за тебя будет зависеть, когда же выйдет новая серия. Также, ребята, там в уголку есть кнопочка подписаться. Я буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь. Потому что каждый подписчик для меня, как вдруг, тоже одна секунда, чтобы нажать. Ребята, не так-то это и много. Поэтому не ленитесь. А за эту одну секунду я вам искренне скажу спасибо. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.